Так, сдаем тест. Я, точнее, сдаю тест. Сейчас отдали документы, ждем этого самого инструктора, который будет принимать. Вот тут все в рядочек так выстроились. Тут все машины на роаттест, все глядишь за одежду. Ну что, поздравляйте, сдали. Молодец. Да, не больше переживали. На самом деле, я думал, что я не сдал, потому что там был один момент, так все хорошо прошло, то есть выехали, все нормально, покатались. Но пешеход был один, и как бы он стоял, ждал явно. Там не было перекрестка, это нерегулируемый, ну вот как на К, просто пересечения, там не было перейти к самому. И он прям стоял, ждал. И я его не пропустил. Светофор на светофор? Нет, нет, это не светофор был, это ничего, просто он стоял, ждал. Я просто его видел, и я проехал. Я еще думал, я хотел остановиться, но когда я его увидел, он уже как бы стоял, то есть я проезжал на перекрестке, то есть если бы я остановился, я постановился на перекрестке. Я думаю, блин, остановиться на перекрестке, это может быть хуже, чем проехать. Ну потому что он не торопился, он не стоял на этом самом, на дороге, но по правилу надо его пропустить. Поэтому, я же говорю, мне показалось, что инструктор даже что-то там нарисовал. Ну вот, что еще, то есть, а так все нормально, выехали на трассу, огородами, правда, не так, как мы вот ездим. Вот я сейчас покажу, как мы проезжали, и в принципе, можно будет посмотреть. Вот, мы находимся в Бёрнбе 3880, и как бы, в принципе, мы практиковались примерно по этому же маршруту, но выезжали на трассу мы чуть-чуть подробно. А выезжать на трассу это обязательно. Он прям предупредил, что мы сейчас будем выезжать на трассу, и, соответственно, там будь внимательным, ускоряйся, типа, потом надо будет вмержиться, ну, сейф теперь перестроиться и так далее. Вот. Ну, так что, сдал. Ну да, хоть один водитель будет, уже точно. Ну да, самое главное, чтобы пересдавать теперь можно сколько хочешь, ну, в смысле, Юля, потому что я могу с ней ездить. А вот если бы я не сдал, тогда она уже со мной бы не поехала, потому что, ну, кто-то в случае, если она не сдаст, уехал бы отсюда. Я сейчас задом стою, но один раз он говорил, прям, когда назад ехали, он говорит, что, что, дескать, не обязательно задом лежать, просто, говорит, сквизм, как-то сказал, просто заехал. Уже никого нет. А он говорил, где там парковаться? Да, один раз мы парковались, параллель паркинг мы сделали, пуловер мы не делали, ну, вот, есть, что еще. Ну, то есть, вот, вот отсюда мы поехали вот так вот налейку, да, то есть, остановиться, наверное, 1000, 2000, чуть подъехать поближе, чтобы было видно хорошо, убедиться, голодный чек, лехт, шолдер сделать, и все. Ну, шолдер чеки, вешал, говорю, что это у меня, типа, хорошо получается. Вот тут бамперы, аккуратненько. Здесь мы направо повернули. Прям говорил, прям термрайт. Ну, да, здесь он говорил, прям термрайт. Здесь надо шолдер чек обязательно, можем подъехать, вроде сэфти. Здесь мы поехали, прям. Обязательно надо, вот, то есть, если знаков нет никаких, скорость, вот, 50, ну, а что. Потому что... Ну, за этим следить. Я не знаю, почему он мне нарисовал speed maintenance, как один из марков, типа. Потому что я, может быть, я пропустил 30, но мы проезжали этот участок. Вот здесь вот налево. Кто-то сказал? Да. То есть надо обязательно сделать интерсекшн. Здесь вот кто-то выезжал, и мы прям пропустили его. Пешеходов убедились. Вот, вот это хайвей. Вот это вот транс-канада хайвей. Он идет, не знаю, да, в стороне. Здесь он сказал, типа, вот, налево. Вот, где все машины едут, вот, налево. И вот здесь вот, конечно, такой был неприятный этот, потому что здесь вот никого нет. Я вот стопа нету, я так притормозил просто. Просто посмотрел и поеду. Не останавливался. Вроде это не ошибка. Поэтому останавливаться здесь и надо. И вот эта вот улица, она такая, какая-то непонятная. Ну, тут я, вот здесь я и 30 ехал. Ну, тут такой прям поворот, что я не знаю, как ехать 50. Потому что вот здесь нарисовал 50. Ну, вот отсюда мы вот и поехали сюда. Я так и еду, 50 ходит. Чувак едет, я его вижу. Ну, вот еще один подъехал. Он меня видит, я его вижу. Проезжаем дальше. Скорость 50. Вот здесь, конечно, не притормаживает на перекрузках, но ковер нажимать, ой, прикрыть педаль. Здесь вот правый поворотник уже и пристраиваемся в правый поворотник. Я сказала, поворачивайся на правый? Да, да, он мне заранее скользал и мы тут просто стоим ждем. Глянь, Ворон, сколько. Все провода в Воронах. Они тут вообще подрезают. Вот если бы мы ехали оттуда, вот там пробка как раз слева. И можно это самое... Можно выехать сейчас на трассу вот оттуда, слева. Но мы поедем отсюда. Обязательно здесь шолдер-чек. То есть, посмотри, люди, шолдер-чек. И вот в этот первый поворот нарисуем. Здесь, он говорит, turn right. Типа вот... Где, turn right? Вот прям здесь, turn right. Обязательно шолдер-чек тоже делаем так вот заранее. И сюда вот пристраиваемся с толпу знака. И он здесь сказал налево? Да, он говорит типа налево. Проверим, что тот кто остановился. Шолдер-чек налево, причем куда-то нету. И здесь ускоримся. Вот здесь вот он молчал. Здесь он ничего не говорил, как нам инструктор предупреждал. И должен ты включить правый поворотник вот здесь уже. Ну и, соответственно, вот здесь знак стопа тоже. Близко к машинам нельзя подъезжать, даже если это стоп. Потому что вот тот остановился, а тут вроде бы хочется к стопу подъехать, но близко не надо. То есть пусть они все чередом въедут. Это получается тот же самый въезд? Да, это тот же самый въезд. Тут небосы наши. И я выше не могу. Ну, здесь обязательно 1000, 2000 и подкатиться поближе. Просто поближе. Вот, убедиться, что никого нет. Шолдер-чек поеду. Тут уже, конечно, надо... Ну, здесь еще не надо ускоряться, здесь просто пересят. А вот здесь он просто уже начал объяснять, что, дескать, надо на трассу сейчас будем выезжать. Мы будем лёжиться. То есть надо, типа, проверить, что безопасно или нет. Ну, он прям объяснял, то есть. Все, вот здесь уже, типа, уже надо ускоряться. Я поворот и включил вот где-то здесь. Ну, и как бы уже начинать мониторить зону надо. Вот, убедился, что он меня пропускает. Вот сзади вот как раз был неприятный момент, потому что сзади меня прям в такой зоне ехал человек. И я его видел, он меня видел, он притормозил, я вкиснулся. И здесь, соответственно, у нас здесь была куча машин, справа выезжала. Ну, я прям всех пропустил. Ну, точнее, который впереди меня пропускаешь. Гулять там вверх. Ага, трасса. Мы не стали нырять вот в этот сразу правый поворот. Мы проехали прямо. Сейчас я вам покажу, как мы проехали. То есть тут мы держим 80, не знаю, но опять-таки я не пойму, где он, эта скорость у меня спит на интенции. Может быть, я недостаточно интенсивно разгонялся, но вроде 100%. И вот тут он просто, вот два съезда, две линии направо ходит. И он говорит, типа, следующий вынес, вот, говорит, ну, как он, норс, этот. Мы, говорит, будем направо перестроимся. А я его спрашиваю, типа, мне какую, слева линия, либо справа? Он говорит, аптюю. То есть как хочешь. То есть говорит, если хочешь, можешь справа. То есть вот я проверял, никого нет, шнурчик, и в правую линию я вот сюда встроился. Ну, все. Ну, тут мне человек мешает 80 ехать. Ну, тут уже 80 и не надо. Это exit line. На exit line сейчас тут будет знак 60. Ну, это рекомендуемая скорость. Ну, как бы, я вот где-то так и ехал. 68, то есть я не 60. Где-то вот здесь я уже начал замедляться. И вот самое неприятное. Просто самое. Вот здесь сейчас будет 50 в кустах. Вот это номер трассы, а вот это вот 50. Вот он стоит. И здесь ничего не видно. Ну, тут он говорит, типа, сейчас тебя брать на интерсекшене. У тебя есть время подготовиться. Ну, тут как раз сейчас будет отдельная линия формироваться. Тоже обязательно переставим. Шок-то. Хотя тут никого никогда не бывает, но это полезная привычка. Потому что в городе это прям велики будут шмыгать. Сейчас они не шмыгают. Но летом они прям будут часто. Тут пешеходов просто убедили. Здесь убедили, что у нас никто не едет. Посмотрели, вроде никто поехал. Я ехал вот здесь справа. Не знаю, может, это ошибка. Ну, нет, он ничего вроде не записывал. Все едут по правой полосе. Хотя это pull line. Pull line это... Ну, мы вдвоем с ним были. Может быть, это считается неправильно. Было это три... Это было после трех с пятницы, да. Два человека. Не знаю, не знаю. Ничего он мне не сказал. Он сказал правый поворот. Поворачивай. Не, ну два человека можно. Ну, если он играет роль невидимки, то, может быть, это нельзя. Соответственно, мы здесь вот на светофоре. Можно было на красный, но передо мной ехала машина опять. Обязательно шелдер, чепы только сделали. И уже заехали вот в эту зону. Вот здесь вот 30 я нигде не увидел. Поэтому я просто... Ну, тут тоже 50 ехать. Тут не проедешь 50. Ну, вот здесь он попросил меня направо повернуть. Здесь опять-таки one thousand, two thousand мы делаем. Подъезжаем поближе, потому что у нас тут никого нет. Вот так же. Ну, вот здесь вот я дальше и поехал. Вот. Вот прям вот возле этой машины он меня попросил сделать параллел пар. Вот место вот видно, вагон. Вот просто вагон. То есть, что я сделал? Я правый поворотник включил, вот так вот вставил. Вот. Потом чуть-чуть вот так вот влево дал. Ну, как училище. Вот я пока поворачивал, делал 360 чек и поехал. Вот так вот, да? Все, поехали в бордюр. А на эту смотрел? Ну, смотрел, но я немножко не так делал. Я чуть-чуть дальше протянул и потом чуть вперед протянул. То есть, самое главное... А, то есть, вперед ты все-таки проехал? Ну, потому что мне показалось, я чуть... Вот тут я даже примерно так и делал, что я чуть-чуть далеко от бордюра стоял. Поэтому я чуть-чуть вот так вот подогнул и все. Дальше он просто говорит, типа, ну, припаркуйся, как ты припаркулся. То есть, ставим на паркинг и этот самый, брейк тормоз. Все. А он тебя просил перед этим показать, где тормоз, брейк ручной? Нет, нет, не просил. Ничего, ну, как бы он увидел, что я брейк настанавливаюсь. После этого я ему говорю, мне показать, как мне выходить из машины. Потому что он до этого говорил. Выходить надо из машины правой рукой. Вот, правой рукой и как бы голову ты автоматически налево заворачиваешь. Поэтому видно тебе, что слева творится. Он сказал, не надо, я говорю, поехали. Все. Вот так же снимаешь ручника. Всю нога на тормозе. Снимаешь, включаешь поворотник. Смотришь, что там никого-нибудь по зеркалам. Вот кто-то там едет человек, но он туда на светофоре. Не, поворачивай. Ну, шоу, дурчик. Поехали. То есть, не надо тут назад сдавать, потому что места очень много. И ты можешь, в принципе, свободно уехать. Поэтому они выбирают специально такое пространство большое, чтобы ты выехал свободно, заехал свободно. Надо никаких там супер. способностей для того, чтобы припарковаться. Вот здесь он налево. Вот здесь очень такой опасный момент. То есть, вот мы остановились. Здесь тоже чуть-чуть не видно. Можно чуть подъехать. На наш отдыхчике только сделать. И вот он, знак стоит. 30. Здесь он стоит еще более-менее хорошо. Надо не забывать, что здесь 30. Здесь вот так вот 30 и поехали. Никакого случая не превышала. Не знаю, я точно здесь не превышал. Ну, 30 я, может, ехал, но не 31. 31 у меня. Тем более здесь полицейские. Здесь невозможно. Там был еще один... Был еще один школа. Еще одна на той стороне. Мы переехали на ту сторону бульвара. И там тоже я 30 ехал. И я увидел, ну, как бы, что... Уже, не знаю, закончился. Я поехал быстрее. Может, он только там, может быть. А как тут пропускать других машин? Или они тебя пропустят все время? Да, здесь вот подъезжаем. Здесь левый поворот. Вот он просил. И мы, соответственно, все топить, соответственно. Здесь вот очень плохо видно. Просто надо поближе подъехать. И вот здесь вот сразу становится видна машина. И все. И просто спокойно ждем. Пока, не знаю. Может быть, он... Вот Гэпс он написал. Может, вот умел в виду, что наоборот я слишком долго. И он сказал, что можно было, типа, быстрее проехать. Вот здесь тоже опять 30. Очень аккуратно. И из школьной зоны. Да. Ну, 30, потому что школа здесь. Здесь вот столб идти. Здесь легко. Здесь прямо едешь. Просто останавливаешься. 1,000, 2,000 просто. Ихал. Ну, наверное, где-то, может, 31 я и проехал. Не знаю. Ну, вот. Я прям четко следил за этим. Ну, что надо было что-то поставить. Не могут же все идеально. Идеально. Да, можно. Вот он здесь я налево повернул. Ну, я сейчас не буду налево поворотить. Вот здесь можно направо поворачивать, по-моему. Надо обязательно остановиться. Здесь полный столб сделать. 1,000, 2,000. Подъехать поближе. Вот поворотник был включен. Шолтер-чек может чуть сделать. Никого нет. Шолтер-чек и поехали. Ну, может быть. Здесь не ускорился. Вот это ускорился. Ну, я вообще вожу более спокойно. То есть, я не люблю давить на газ. Просто я всем объясняю, что надо ехать, чтобы пассажиры головой не кивали. Вот. И, может быть, слишком неинтенсивно разгонялся. Вот. Может быть, эта штука воспутила как-то. Знаю. Он на следующем светофоре налево. Вот здесь пробка просто. Уехали, была пробка? Практически нет. Ну, на светофорах постояли парочку. Две минуты убили время. Здесь Нидеска перестроится налево? Нет. Он просто сказал, что надо, типа... Что надо просто... Никогда не надо на эту зебру займать. Вот, видите, они должны проезжать. Человек уже заехал. Ну, он как бы задними колесами, тем не менее. А нам тут стоит. Так тебе аж налево надо? На следующем или? Да. Ну, это я уже просто перестроился. Потому что домой еду. Это я уже не по его маршруту. Ну, мы по этой дороге тоже ехали. Эта дорога сейчас к CBC тоже будет вести. Ой, ICBC. Здесь все время пробка. Он где что сказал? Когда он тебе сказал налево? Ну, у нас не было пробки. Он, кстати, не говорил перестраиваться влево или фраво практически никогда. Он просто говорил, что вот на следующем светофоре налево. Он так вот сказал. А я ехал, если я ехал в правом ряду, ну, я ехал в правом. Ну, да, просто уже заранее перестроиться влево. Потом еще раз влево в выделенную линию переставить. Переставиться. А один момент, вот он рассказал, что вот сейчас вот налево повернем. И потом повернем, так, это нет, не здесь поворачиваем. А потом, говорит, повернем направо. Он говорит, ты просто, говорит, подготовься, чтобы тебе было удобнее делать правый поворот, чтобы тебе надо в правую линию перестроиться. Вот, то есть он прям заранее рассказал схему движения. Потому что, а вот я больше насчет этого переживаю. Потому что, когда тебе говорят, вот сейчас тебе сейчас скажут, у меня вправо там целый поток машин, ну, пробка, вечер. И чтобы мне заранее перестроиться, ну, то есть, от тебя пропустят. Но ты должен с этим тоже, кстати, уметь справляться. Вот здесь вот сейчас скажут, сейчас вот направо повернем. То есть ты должен через один ряд перестроиться. Да, вот здесь мы помимо него. Ну, не знаю, ну, посмотрим. Давай-то здесь налево повернем. Локхит и снова, да, здесь. Я такая себе сидела, да. Да, да, вот здесь. Здесь еще мы стояли долго на выделенную. А может, и не здесь. Не, не здесь. Мы дальше поехали. Да, да, мы дальше поехали. Мы не здесь поворачивали. Или мы отсюда справа. Ну, не знаю, короче. Но не здесь это точно. Мы по другому лицу заворачивали. Тут выделены светофоры. Тут выделены, вон, улет, терп, сигнал. Надо просто тупо его ждать. А вот там, где мы поворачивали, там просто зеленый. И надо было пропускать всех. И мне повезло, передо мной две машины стояли. И они на зеленом одна выехала и ждала, пока весь поток проедет. А мне не надо было рисковать ничем. То есть вот я стою, жду, а у нас потом стрелка загорелась, и мы просто все поехали. Все, на зеленом сложнее, потому что на зеленом тебе надо выехать чуть-чуть вперед, пропустить, пока там все проедут, там выбрать момент и поверну. То есть тут надо с этим совладать. Гэп, ну вот, это я сейчас близко стою. Я всегда останавливался меньше. Это надо видеть, вот как мы стоим, надо видеть щелку между колесами и капотом. Вот сейчас загорелась у нас левку, тем сигналом. Мы все просто поехали в первую левую линию. Пешеходы на левый сигнал очень удобно, то что они не идут. Как раз таки. Потому что когда идут пешеходы, они идут на зеленый свет, ну на обычный зеленый. А вот на лево, на стрелку поворачивать удобно.